Роза, герберы, орхидеи, жительница Рассказова Анны Катарановой, не отличить от настоящих даже при самом пристальном осмотре. Единственное на ощупь, эти цветы не похожи на живые. Год назад наша героиня увлеклась лепкой из холодного фарфора, а сегодня считает, что ее уровень мастерства весьма вырос. О том, что такое холодный фарфор и что из него можно сделать, Евгения Конобеевская расскажет. В этом доме очень много орхидеи, но отличить живые от искусственных, на первый взгляд, практически невозможно. Материал, из которого они сделаны, позволяет в точности воспроизвести настоящий цветок, но его фарфоровая копия простоит дольше. Год назад Анна Катаранова увлеклась лепкой из холодного фарфора, говорит, что из всех пластичных материалов он больше всего подходит для лепки. Такой фарфор можно сделать дома в любых количествах – из крахмала, клея и вазелина. Узнала я в интернете, я увидела очень красивые цветы. Оказалось, что они сделаны опять же из полимерной глины. Но уж потом, когда я спросила, что такое полимерная глина, посмотрели, сколько она стоит, удивились. И поэтому нашли рецепт в интернете холодного фарфора, узнали, что он такой же, как и полимерная глина, и какие цветы из него можно делать, и фигурки. Вместе с мамой Аня реализует себя во многих видах творчества. На просьбу рассказать, чем же она занимается в общей сложности, наша героиня не сразу смогла вспомнить все свои увлечения. Холодный фарфор, соленое тесто, квилинг, деревья из бисера, аппликации, вязание, но вязание я пока еще учусь, вышивание, но вышивание мне как-то не особо, очень кропотливо. В этой семье в творческий процесс идет все, что в данный момент есть под рукой. Мамину спальню украшают забавные рыбки и черепашки, сделанные из обычных компакт-дисков. В каждом уголке квартиры есть предметы, созданные руками членов семьи. По ней можно ходить, как по музею. Творческий подход виден во всем. Аня мечтает быть антропологом, а пока с удовольствием занимается всем, что ей интересно. Так, это вот сотрудничество с детской библиотекой. И, ну, вот это вот еще конкурс. Здесь детская библиотека города рассказывает вам глубокую благодарность в активном участии в литературном конкурсе. Читать это модно. Аня стала продолжательницей творческой династии. Таланты и способности передаются в этой семье по наследству каждому поколению. Евгения Конобейская, Юлия Хлыстова, Новости, ТВ Рассказыва. Евгения Конобейская, Юлия Хлыстова, Новости, ТВ Рассказыва.